Я полагаю, что такие короткие, но очень важные встречи должны все-таки стать традицией нашей. Это не только информирование людей, которые приехали сегодня с мест, но это определенный дух, который должен сплачивать вертикаль власти. Наша встреча предиктована необходимостью сверить часы. Определить дальнейшую стратегию работы в новых для нас условиях, прежде всего экономических. И если с пандемией, которая полтора года назад вергла в шок все население Земли, мы уже научились жить, то к очередной санкционной вакханалии только начинаем приспосабливаться. И на своем опыте хорошо знаем, что любые ограничения – это шанс для раскрытия внутренних резервов. Определенные шаги в этом направлении сделаны. Мы много говорили о импортозамещении. Но это же вопрос номер один. Вы посмотрите, все говорят, Беларусь – это трактор. Да, я этим горжусь. Трактор используется везде и во всем. Но посмотрите, сколько в этом тракторе нашего. Я боюсь ошибиться, пусть меня поправит здесь, кто точно это знает, по-моему, меньше половины. Это нормально? Это ненормально. Сколько раз я говорил об импортозамещении. И все равно мы не добились тех целей, которые ставили перед собой. Вот вам шанс. Обстоятельства нас заставляют заниматься углубленно импортозамещением. И это важнейший вопрос для экономики нашей страны, а значит для выживаемости нашего государства. Чтобы мы менее зависимы были от других рынков. И самое главное – получали большую добавленную стоимость от того, что мы производим. И вы видите, активно ведутся переговоры в рамках ШОС, ЕАЭС, а также двусторонних форматах. Правительство выработало, уже реализует комплекс антисанкционных мер. Мы сегодня держим удар во всех сферах жизни – политической, экономической, дипломатической, информационной, общественной, на уровне военных угроз в сфере исторической политики. Кто-то очень хочет, чтобы белорусы навсегда утратили свою идентичность и завершили путь как нация, растворились в глобальном мире. По разным причинам. Одни западные партнеры ищут у нас свои исторические территории, другие видят плацдарм для нового броска на восток. Но при любых интересах внешних игроков, развязанная ими битва – это битва за ценности. Наши ценности, которые не вписываются в системе глобалистского мироустройства, потому что противоречат, мешают целям тех, кто в этой системе намерен доминировать, в отличие от нас, белорусов, как и большинства народов мира. Ведь что не нравится на самом деле, я бы даже сказал, раздражает, то, что белорусы являются хранителями мира, христианских традиций, ну и, откровенно скажем, здорового консерватизма. Что мы являемся образцом межнационального, межконфессионального и социального единства. Всего того, что делает нас, как и любое другое государство, суверенным, независимым. И особенно их раздражает, что мы оказались сильнее технологий так называемых цветных революций. Я вот, обдумывая этот тезис, могу его продолжить. Мы им здорово помогли, этим шарпом, или как там журналисты их называют, в этих цветных революциях. Сейчас, на примере Беларуси, это испытав, они доработают свои концепции и свои теории и практики. Они поняли, что при определенных условиях, например, как в Беларуси, их план не срабатывает. Значит, надо что-то добавлять. Уже исходя из этого опыта, вы посмотрите, мы выстояли, испытав на себя воздействие семи или даже восьми этапов этого плана, практического плана цветных революций. И они видят, что это же еще не конец. Надо что-то добавлять. Это не значит, что они будут добавлять что-то новое. Нет, они возьмут из старого арсенала, но вплетут в концепцию цветных революций. То есть мы им помогли. Опыт Беларуси им поможет доработать ту концепцию, которую они создавали теоретически, а сейчас на практике. Я хочу, чтобы вы понимали, все, что мы прошли, это не спонтанные атаки, а последовательная и скоординированная политика Запада. Попытки расшатать общество, дезориентировать людей продолжаются и будут продолжаться на всех тактических направлениях. Первое направление – военные угрозы. Наша страна, будучи связующим звеном между Западом и Востоком, попала в эпицентр цивилизационного противостояния. Мы не сгущаем краски, а констатируем факт. Вдоль наших границ методично наращивается наступательная военная инфраструктура НАТО. Помимо развернутых в Восточной Европе многонациональных сил в Польше, вблизи от нас формируется новое соединение – 18-я механизированная дивизия. На вооружение этой дивизии поступят американские танки «Абрамс» самой современной комплектации. Два батальона будут стоять буквально в 20 километрах от города Бреста. Как видите, ничего не меняется. Ничему начало Великой Отечественной войны не научило. Они забыли, что такое Брестская крепость. Ну, да, выстроена за годы независимости система безопасности и обеспечения обороноспособности. Последовательно миролюбивая политика международной договоренности создают нам задел для отражения военных угроз. Россия и многие другие страны заинтересованы в сильной Беларуси, потому что в этом сила самой России. Потому что дестабилизация в центре Европы однозначно будет заразной, вызовет цепную реакцию распространения и на востоке, и на запад, и на юг. Мы помним, какие титанические усилия мировых лидеров были предприняты в Минске, чтобы погасить украинский очаг на клочке. Земли в Украине. А если вдруг полыхнет здесь у нас, на территории Беларуси, мы должны понимать, что если сами опустим руки, то и защитить нас никто не сможет. Вы знаете, в связи с этим, на злобу, взвыли, мы проводим тут с Россией совместное учение. По меньшей мере смешно это все слышать. Сколько учений они привели у наших границ. Они нас критикуют. Вот Лукашенко хочет разместить российские базы на территории Беларуси. Слушайте, ну мы же не паримся по поводу того, что они создали этих баз кучу на западных границах и дальше от нашей границы в Западной Европе. Их же море там. Чего вы нам предъявляете, какие это претензии в этом плане. Ну а самое главное, чтобы вы понимали, никогда на уровне президентов вопрос о размещении российских баз в Беларуси не обсуждался. Прежде всего потому, что в этом нет никакой необходимости при современных вооружениях. Но я вам должен сказать откровенно, если нужно будет для безопасности в союзном государстве, которое мы строим, для безопасности Беларуси и России, разместить здесь все вооруженные силы со всеми видами вооружений, они будут размещены незамедлительно. Я хочу, чтобы вы понимали мою позицию. Сейчас в этом нет никакой необходимости. У нас достаточно крепкая, сплоченная, компактная вооруженные силы. Не считая территориалов, мы можем в нужный момент отмобилизовать в короткий промежуток времени 500 тысяч человек. Поставить под ружье. А это уже сила. Если будет мало, повторяю, сюда будут введены все вооруженные силы Российской Федерации. Такого никогда не будет. Но если нужно, мы раздумывать не будем. Я хочу, чтобы они это слышали. И еще раз повторяю, в этом сегодня нет абсолютно никакой необходимости. В острый период, когда кто-то колебался, кто-то предал, кто-то под плинтус залез, кто-то в мозгах у кого-то кипело и прочее в августе прошлого года, я не ввел никакие вооруженные силы ни с Россией, ни с Украиной, ни с других стран. Мы с этой бедой справились сами. Вот моя позиция. Второе направление. Внешнеполитическое давление. Попытки дискредитации нашей страны на международной арене не прекращаются с августа прошлого года. Мы наблюдаем серию бессмысленных демонстративных демаршей, особенно по периметру границ. Здесь апогея абсурда, закрытие воздушного пространства после нашего реагирования на террористическую угрозу в небе. В данном случае встает вопрос, кому хуже сделали? Только себе. Политическая поддержка беглых, как видим, ни к чему не привела. И свелась к их бесконечным гастролям. Духи Байден нам поможет. Ну, говорят, печенюшками какими-то угостил. Слушайте, я не первый год президентом. Я знаю, хорошо знаю двух предыдущих американских президентов. Даже трех. Мы официально с ними не имели никаких отношений, но я их очень хорошо знаю. Я знаю, как проводятся вот эти мероприятия. Надо встретиться, сделать фотографию и дать печенюшку. Ну, слава Богу, если там уж действительно с печеньем проблемы. Ну, Роман, надо отправить несколько пачек. Отправить. Отправить. А то она говорит, что ее заставили, это я сегодня прочитал в докладе, что ее заставили выехать с Беларуси и угрожали, что там чуть ли не детей схватят, еще чего-то и так далее. Слушайте, дети для меня всегда запредельно. Запредельно. И вы это знаете. Дети за родителей не должны нести вот такую ответственность, что я поеду в Литву, схвачу детей. Но если вы их туда вывезли, защищайте. Никогда. Поверьте, никогда я не ставил так вопрос. Она пришла. Вот генерал Павлюченко. К нему и просит, скажите президенту, я хочу уехать. Так было дословно. Ты мне доложил. Я говорю, ну пусть едет. Это после того. Валерий Павлович, каких хотели сжечь в этом доме. Помнишь, когда я тебе приказал Альфу снять с улиц, он кричал, Александр, как Альфу снять, а не дворец независимый. Снимай, говорю, с тобой будем стоять с автоматами. Но защити этот дом. Сожгут же негодяи, у нас обвинят. Это все было подстроено спецслужбами. Когда они собрали всех этих координационных совет и прочее и повели в отдельный дом. И эта дура туда поперлась. Но благо, что у нее там в окружении, я уже где-то рассказывал, был кто-то из наших военных, охранял ее. И он сообразил, что быть в беде, зачем нас туда собирают. И он понимал, кто может решить этот вопрос. И он позвонил в МВД, да? Казакевич, по-моему, занимался в МВД. Да, Казакевич. И я, ну, буквально, ну, вот понимаете, интуиция. Валерий Павлович, говорю, немедленно снимай Альфу, переодень, чтобы не военные были, а гражданки. Но продемонстрируй, что мы уже увидели, чего они хотят. И это нас спасло. И это, по-моему, на следующее, или в этот день она прибежала. Я говорю, хорошо, МВД, передайте ей, МВД поможет, в деталях рассказываю, коль она отозвалась, поможет тебе выехать к детям. Про мужика, про свое, ни слова. Ну, попросила бы. Она попросила какую-то с Витебска семью, да? И что ты эту семью там на границе ожидал, она приехала с мужем и детьми. Мы сделали все, что просила. Ну, едь к детям, мы понимаем. Я вообще против женщин не воюю. Не успели выехать, звонит Александр, говорит, что у нее нет денег. Я говорю, возьми, не буду говорить, компании, попроси, государственной компании, попроси, сколько хочет, 15 тысяч долларов, да? Дай 15 тысяч долларов, пусть едет. Это все-таки дети. Вот что было. И она сегодня говорит о том, что ей угрожали, что детей от нее отнимали и прочее. Мерзавка. Первый раз о ней говорю. Хоть с женщинами не воюю. Что привлекло? Это важно для журналистов. Вот вы разложили, молодцы. Чего поехала и сколько на что денег просила? Байден клюнул на то, что там будет создана опорная база агитационно-пропагандистского толка, психологических атак против Беларуси и России. У него сейчас полное замыкание на Россию. Вы видели бензоколонка, нефть, ядерное оружие. Он переживает, он чуть ли не с ума сходит, и вот надо что-то делать. Это говорит о недальновидности президента. Не может руководитель страны, которая лидирует мир и себя так вести. Поэтому Байден, конечно, поможет. Ну, на две минуты, пока вот видит человека. А потом никто в это ввязываться не будет. Потому что политика делается большая, в тише кабинетов. Ясно, что, как это обычно бывает, начнется давление на своих партнеров. Для того, чтобы повернуть их против Беларуси. В этих условиях нам важно оставаться надежными, последовательными и предсказуемыми субъектами международных отношений. Неукоснительно соблюдать договоренности с дружественными странами. Третье направление. Попытки уничтожить экономику через санкции. С таким размахом ограничительных мер мы еще не сталкивались. Хотя мы это и не драматизируем. Да, Запад понимает ущербность санкционной тактики для самого себя. Поэтому вводят санкции поэтапно, пакетно. Они как бы нащупывают наши болевые точки. Бьют прежде всего по экспортным отраслям белорусской экономики. Нефтехимия, машиностроение, калийные отрасли и прочее. Но главная цель – оставить народ без пенсии, зарплат, пособий, в общем, образование, медицинское обслуживание, особенно сейчас, и вызвать недовольство белорусов. Другими словами, деморализовать трудовые коллективы, вызвать новую волну стачек протестов. Тем самым они целятся в основу белорусской модели развития социального государства. Но именно такой, подчеркну, традиционный для нас уклад жизни и обеспечивает особую защиту наших граждан от санкций. Тем более, когда речь идет об уязвимых слоях населения. Четвертое направление. Подрыв изнутри. Начали, знаете, когда, с чего и так далее, дошли до заговоров, перешли к попыткам терактов, угрозам минирования. Это звенья одной цепи и далеко не весь их арсенал. Как показывают скрытые факты, все эти действия не имеют реальной социальной основы. Модераторы находятся за границей. Некоторых мы показывали. Это наши беглые и их иностранные кураторы. Они работают на одну цель – создать иллюзию раздрая в обществе, держать людей в постоянном напряжении, сформировать образ врага из тех, кто сегодня им противостоит борьбе за наши ценности, за наш социально ориентированный политический курс. Пятое направление – информационные атаки. Сегодня уже все должны понимать, с какой конкретной целью по всей стране создавались ангажированные информационные ресурсы – сайты, телеграм-каналы, видеоблоги, группы в социальных сетях, мессенджеры. Вся Беларусь была окутана этой сетью. Вся Беларусь сформирован целый пояс медиапорталов, ориентированных на конкретные населенные пункты и целые территории. Вы это знаете лучше меня. Кроме Минска и областных центров, особенно это характерно для Полесского региона, где оборудовали как минимум три крупных портала. Только в этом году в республиканский список экстремистских материалов включены более ста интернет-ресурсов. Завершается системная работа по наведению порядка в информационном поле. Здесь важно понимать, чтобы все это понимали. Мы боремся не с инакомыслием или разными мнениями. Упаси Господь под эту марку выразить разные точки зрения. Все, пропадем, погибнет страна. Просто свобода слова, которую мы защищаем конституционно, сегодня переросла в экстремистскую деятельность. Это уже не разные точки зрения, это экстремизм. И против этого экстремизма и терроризма мы будем бороться так, как мы начали это делать. Жестко и решительно. Мы не отступим. Одна история – критиковать власть. И мы всегда воспринимали критику адекватно. Не то, что уж очень любили. Кто тут любит критику? Наверное, никто. Но адекватно воспринимать надо. Другая – призывать к бунту и кровавым расправам над теми, кто не поддерживает эти так называемые революционные бандитские настроения. Нагнетать атмосферу страха и недоверия через сфабрикованные сливы, кибератаки и доступ к личным данным. Этого не будет. Шестое направление – мягкая сила. Возможно, недооцененная нами тактика – деятельность отдельных негосударственных некоммерческих организаций и фондов, так называемых НКО – подготовки цветных революций. Под видом благотворительности, социально значимых проектов они отрабатывают чужой политический заказ. Так было и у нас. Разных негосударственных фондов, частных учреждений, якобы правозащитных организаций наплодили аж полторы тысячи. В результате проведенных мероприятий выделены 185 деструктивных структур, представляющих потенциальную угрозу национальной безопасности, в том числе представительства иностранной некоммерческой организации, 71 республиканское и местное общественное объединение, 113 учреждений. Это большие цифры. За каждой структурой стоят десятки сотни активистов, тысячи попавших под их влияние людей. Фактически был создан легальный ресурс для деструктивной деятельности зарубежных координаторов, которые подбирали и тренировали кадры. Эти кадры обучены психологическим методикам работы с людьми, не все, руководители. Навик им их объединения людей на протестных акциях мы видели в августе. Знаем, кто подбирал возможных лидеров протестного движения, создавал их имидж и финансировал деятельность. И деньги как раз шли через эти фонды и другие некоммерческие структуры, чтобы мобилизовать людей на протесты. Ряд НКО тиражировали фейки, призывали к акциям неповиновения, обучали радикально настроенных граждан навыками борьбы с сотрудниками правоохранительных органов, составляли черные списки людей, преданных стране. Чтобы вы понимали, эта деятельность не ограничилась бы информационной пропагандой и угрозами в адрес сторонников власти. Эти люди в любой момент были готовы перейти от слов к делу. В их арсенале обнаружено незарегистрированное пневматическое, боевое, охотничье, холодное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, элементы самодельных взрывных устройств. Когда мне принесли фотографии всех этих арсеналов, можно было в ужас прийти. Вдохновляли все эти сторонники перемен в прямом смысле фашистской идеологии, обнаруженной при обысках нацистская символика, книги «Майн камф» и другая экстремистская литература. Но главная мотивация – деньги. Найдены расписки о получении определенных сумм. Мы располагаем документации, подтверждающие получение организациям и отдельными лицами денежных средств из-за рубежа. Доказательства финансирования белорусских так называемых независимых профсоюзов и деструктивных НГО были найдены у представителя немецкого фонда имени Эберта Петрачкова. Что важно, подрывная деятельность велась годами. Речь не о последних двух-трех. У лидера правозащитного центра «Весна», вы знаете такой, Беляцкий, найден архив за 25 лет. Вся структура расписана за 25 лет. Меры приняты адекватные. Есть результат. Мы не зря достаточно открыто вели оперативную разработку. Впервые в нашей истории представляли в таком количестве факты видео-аудиоконтент разработанных мероприятий в СМИ. Все это привело к массовому выходу людей из чатов и телеграм-каналов. Многие пользователи зачистили свои публикации в социальных сетях и на интернет-ресурсах. Например, численность участников радикального телеграм-сообщества ОГСБ сократилась в пять раз. Бояться, прятаться начали. Это, конечно, не значит, что все одумались и осознали. Их деятельность просто парализована. И западными кураторами уже наверняка ведется поиск новых ниш и новых инструментов влияния на так называемое гражданское общество с целью продвижения либеральных демократических ценностей. Однако не все некоммерческие организации деструктивны. И вы, руководители местных органов власти, должны видеть, где действительно помогают старикам, как я сказал, инвалидам, жертвуют церкви там и так далее, занимаются экологией, без политики. И должны фиксировать, где под видом добрых дел расшатывают общество. Говоря об элементах мягкой силы, остановлюсь на деятельности отдельных коммерческих организаций, которые активно оседлали тактику НКО. Правоохранительные органы выявили целую сеть крупных и мелких фирм, выступивших за перемены за счет государства. Государства, которые они сначала обокрали, реализуя незаконные схемы обокращения и уклонения от уплаты налогов, в том числе через зарплаты в конвертах. Мы ищем эти копейки, чтобы убрать сегодня хлеб, накормить народ, а огромные суммы уплывают, не облагаясь налогами. Поэтому и налоговой инспекции, и правительству, и комитету госконтроля, правоохранительным органам, но прежде всего вам, вертикали власти, исполнительной вертикали власти, надо эту гидру удушить. И вы посмотрите, приток налогов будет обеспечен. Руководители этих предприятий сами активно участвовали в незаконных митингах, маршах, также производили протестную символику, платили за выходы людей на улицу, призывали к противоправным действиям. Таким, как повреждение автотранспорта, правоохранительных органов и прочее, даже было так, когда правоохранительные органы требовали доступ к видеокамерам, отдельных частников и так далее, не пускали на порог. Главное то, что все эти борцы с режимом самые обычные уголовники. На каждом статья от неуплаты налогов до мошенничества в особо крупных размерах. Несколько вот на слуху. Бел-Тяж-Маш-ЗАО. Нанесен ущерб государству в размере 6,5 миллиона рублей. Тут-Бай-Медиа 2,5. Компания-Модум-Наша-Косметика 650 тысяч. Это выявлено только. 21-й век не менее 850 тысяч. В совокупности только за год, август 20 июль 21, этими другими частными компаниями у государства украдено около 30 миллионов рублей. Ну, по итогам мы дадим оценку и налоговым органам. Куда они смотрели? Огромное количество тысячи людей. Они, видите ли, это не видят. Зато из этих денег щедро оплачивалось участие в несанкционированных митингах. Член Координационного совета, так называемого, Леончик, направил своего британского счета свыше полутора миллиона рублей протестующим. Более 750 человек получили примерно по 2 тысячи за организацию протестных акций. Как вы думаете, откуда взялись марши пенсионеров? Сегодня, наверное, уже знают, особенно наши досужие журналисты. Тоже проплачены некоторые супруги Юркевичи, так называемые Юркос. Юркос-сервис, дверной лидер этой фирмы. Зарегистрировали своих работников как индивидуальных предпринимателей. На деньги, сэкономленные от неуплаты налогов в бюджет, обучали пенсионеров навыкам работы с деструктивными каналами. Закупили им для этих целей планшеты. Или Микита Микада, владелец компании PandaDoc, живет в Лос-Анджелесе. Понятия не имеет, что происходит в нашей стране. Посмотрел бы, что у них на улицах, там стреляют, расстреливают просто в упор. И открыл бы счет там для финансирования тех, кто в знак несогласия готов отказаться от полицейского значка. Это они Кубракову подкупали, чтобы он и его люди погоны сняли и отказались от погон. Если бы это было то, что этот Микита Микада творил в Беларуси, за счет собственных этих денег, перечисляя сюда, если бы это было там, за ним бы пришли, он бы не успел штаны одеть и ноутбук закрыть. Анишченко, смотрите, Белтяжмаш, в депозитарии хранилось 23 килограмма золота. Это то, что только нашли. 15 килограммов серебра, полтора миллиона долларов США спрятал там. Одномоментно при обыске в квартирах руководства компании «Модум Наша Косметика» Петренко, Лобкович, Скуратович были обнаружены более 115 тысяч долларов США, 7 тысяч евро, 25 тысяч рублей. Я хочу, чтобы вы понимали, что это за люди и за какие перемены они выступали. Просто посчитайте, компания «Треорист», известная под торговой маркой онлайн-гипермаркета 21 век, не доплатила государству за 5 лет 850 тысяч рублей и только за один год почти 3 миллиона долларов дивидендов перечислила своим хозяевам на Кипр. «Надо эту лазейку закрывать». И надо, это Национальный банк касается и правительства, и надо посмотреть на наших айтишников. Мы ведь понимаем, что деньги оттуда шли, на эти дочерние в основном компании, мы все ахали, охали, ах айти, ах айти, у нас вот такие компании, вот крупные и прочее. А они открыли здесь дочерние компании, перечисляли им деньги, притом сейчас это активно и тогда криптовалюте на последнем этапе. Вот мы сделали доброе дело, а сейчас надо не перекрываться. Пусть деньги сюда дают, но это все должно быть под контролем. Поэтому надо выработать определенную схему, по которой они должны работать. Думаю, до конца года это будет сделано. Сейчас, которых мы привлекли, многие раскаялись и признают вину, готовы участвовать в государственных и общественных инициативах. А позиция где их? У них же была позиция, как так вот пришли к Кейсмент или к Маркову и раскаиваются. А где же ваша позиция? Готовности идти до конца за идею. Этого не было и нет. Есть звериный инстинкт самосохранения. А идея у этих борцов одна – нажива. За счет государства, за счет трудяк, чьи зарплаты формируют бюджеты. Эти люди рвались к власти. Выводы делайте сами. Вот в сущности основные элементы тактики, развязанной против нас гибридной войны. Важно то, что они не сработали, но это не повод расслабляться. Надо понимать, что та ситуация, которую нам пришлось исправлять в течение последнего года, во многом результат недоработок конкретных чиновников на местах и наших в центре. Обозначу основные векторы нашей работы. Первый – обеспечение безопасности и порядка. Комплекс мер по обеспечению безопасности в нынешних условиях должен включать следующее. Усиление дисциплины на всех уровнях и во всех сферах жизнедеятельности. Основные подходы заложены в директиве номер один, а также декрете номер пять. Возможно, настало время их актуализировать. Следующее. Мобилизация и собранность. Нам надо иметь отработанные механизмы реагирования на новые вызовы, неизвестные раме. Такие, которые предполагают умение действовать, исходя из обстановки в конкретном регионе. Действовать эффективно, без тормозящих бюрократических процедур, взаимных препонов, ожиданий инструкций, циркуляров и прочих разъяснений. Установлены правовые рамки участия в массовых мероприятиях общественно-политической деятельности, функционирования СМИ. Не допускайте никаких там собраний и прочее без вашего ведома, без вашего решения. Буквально недавно подписан закон, регламентирующий порядок ведения чрезвычайного положения. Иные аспекты защиты конституционного строя. На местах надо доходчиво разъяснить людям суд законов через местные СМИ, работу с учащимися в трудовых коллективах. Особенно важно сейчас, когда ведется работа над проектом новой конституции, предлагаемый в основной закон изменения, это концепт будущего в Беларуси, будущее, которое обсуждалось на диалоговых площадках, в общественных объединениях, трудовых и учебных коллективах. Все, кто хотел принять в этом обсуждение, были услышаны. Впереди референдум, он должен пройти на образцовом уровне. Сейчас очень много пытаются разных фейков травить на этой почве. Еще раз подчеркиваю, мы приняли, обсуждая на Всебелорусском народном собрании, решение, что референдум должен пройти не позже февраля, будущего года. Так и будет. Конституция, вроде бы сейчас она есть, но аж замечание на 170 листов Натальи Ивановны с Миклашевичем. Я сегодня вернул это все писание вам, собирайтесь и попробуйте это до чтения на уровне президента привести в соответствие. А потом вместе со мной, я обещал это, мы сядем и пройдем по каждому разделу, по каждой статье. А потом вынесем на всенародное обсуждение, пусть люди ознакомятся. И не позже февраля мы проведем референдум. Поэтому никаких фейков в этом отношении быть не может. Следующее. Обеспечение информационной безопасности. Каждый председатель исполкома должен иметь четкое представление об информационной карте своего района или города. Какие СМИ и ресурсы действуют. Какую редакционную политику они проводят. Какой поддержкой население пользуются. Заместитель председателя, курирующий вопросы идеологии и информации, должен в лицо знать всех проживающих и работающих в районе журналистов, блогеров, администраторов телеграм-каналов, чатов, работать с ними лично. Все должно быть не просто под контролем, а делаться с вашего разрешения. Нельзя допускать информационного вакуума. Об этом говорилось неоднократно. Центральные СМИ уже работают над качественно новым уровнем. А было с полком, райисполком надо подтягиваться хотя бы до уровня, ну, наверное, Минской области много об этом говорят, где успешно развивается областной медиахолдинг. Надо и на районы города переносить этот опыт. К сожалению, роль региональной прессы на местах не заслуженно занижена. Порой руководители района используют местные газеты как личную доску почета. Не хватает проблемных материалов, актуальных и интересных читателю тем. Займитесь этими вопросами. Ужесточение кадровой дисциплины. Говорю прямо, на ответственных постах не место тем, кто открыто выступал против политического курса страны. Прежде всего, это касается государственной службы, руководящих должностей в бюджетной сфере и на госпредприятиях. Педагогов, а также лиц, которые в силу публичности влияют на общественное мнение. Недопустима ситуация, при которой кто-то получает из бюджета зарплату, пользуется льготами, социальным пакетом, при этом поливает грязью страну. Это еще и аморально. Но главное не потерять тех, кто не дрогнул и в острый период открыто выступал в защиту государства. Эти у вас должны быть на постоянном контроле ради поддержки. В первую очередь, для таких людей кадровый резерв райисполкома должен стать настоящей социальной и профессиональной лестницей наверх. Мы их видим. Это нетрудно. Соцсети показали суть каждого. Поэтому надо работать активно с общественными организациями, поднимать наши организации. Не надо их там плодить тысячами и хвастаться, что у нас комсомоли или других общественных организаций тысячи. Пусть будет там несколько сотен, но настоящих бойцов, на которых мы можем опереться. Ключевой принцип в нашей работе – не навреди государству. Любая деятельность общественная, политическая, на радиус с неукоснительным соблюдением закона должна обязательно соотноситься с вектором государственной политики. У всех нас могут быть разные мнения, суждения, идеи, споры о возможных стратегиях. Но недопустимо призывать действиям, направленным против страны и курса, одобрено большинством. Это как минимум попрание так называемых демократических норм. Следующий принцип – поощрение сознательной инициативы. Новые условия требуют качественных, нетривиальных решений. Наш основной резерв – это инициативные или целеустремленные люди, ратующие за свою страну. Поэтому важно не зажимать энергию общества, постоянно перестраховываясь, как бы чего не вышло. И в этом плане не ждите моих указаний. Поймите, что при всей жесткости нашего курса, эта жесткость должна быть обращена к тем, кому надо. Мы не должны удушить инициативу людей. Надо поддерживать инициативных и честных людей, как в бизнесе, так и в политике. Еще один принцип – принцип обратной связи. Сегодня надо быть на шаг впереди, в непосредственном общении с гражданами. Но у вас здесь ничего не скажу. Слушайте людей. В условиях развития современных средств коммуникации это не является сложной задачей. Мое принципиальное требование, вы знаете, принимаемые решения должны идти от жизни и соответствовать интересам наших людей. Следующий принцип – законности и взаимного уважения. Правовые нормы – это правило жизни, которое является мерилом нормальности общества, источником порядка, базисом мира и стабильности. Аксиома «свобода одного человека» заканчивается там, где начинается свобода другого. Вряд ли беспокоились о подобных моральных принципах те, кто год назад круглосуточно нарушал покой граждан криками, автомобильными сигналами и прочее. Они, я так понимаю, пошли угрозы тем, кто не выдерживал вот этой кутерьмы в домах, в подъездах и так далее. Они обращались в милицию. Приедьте, наведите порядок. Мы все выдержали. Но травля государственных людей, тем более семей, близких, угроза жизни патриотов страны, стали для нас красной линией. Предупреждаю, все, кто эту красную линию перешел или собирается перейти, будут учиться нормам морали и демократии в соответствующих исправительных учреждениях. Что касается конструктивной критики в законных формах, мы должны внимательно изучить поступившее в наш адрес коллективное обращение. Особенно, если там поднимаются конкретные проблемы. В них могут быть рациональные предложения. С такими установками нам следует идти в соответствии с направлением Всебелорусского народного собрания, реализуя третий вектор – устойчивое созидание. Ключевые решения, принятые на форуме, остаются для нас приоритетами, несмотря ни на какие внешние обстоятельства. Какие бы трудности ни создавали санкции, для нас это повод нарастить внутренние резервы, совершенствовать систему управления, работать с инвесторами и каждый день добавлять. Я уже говорил, ставя задачу правительству, мы ни на миллиметр не должны упасть по валовому внутреннему продукту, по движению нашей экономики. Ни в коем случае недопустимо. Все. Обращаю внимание, что для руководителей предприятий сейчас горачая пора. Время заключения контрактов, поиска рынков сбыта и точек роста, снижения производства, продаж продукции, промышленности и сельского хозяйства быть не должно. В этом суть наших антисанкций. Особое внимание городам, 80-тысячникам. Мы приняли все решения. Там должны прежде всего активно работать руководство этих городов, но и губернаторы должны на это обращать внимание. А министры, там где поставлена перед ними задача, планы их приняты, должны их реализовывать. Обращаю ваше внимание на продовольственную безопасность. Говорил совсем недавно. В этом году мы с опозданием провели пассивную кампанию по погодным условиям. Теперь основная задача вырастить и сохранить урожай. Аномальная жара и ливни внесли свои коррективы. Чтобы не потерять хлеб, необходимо ускориться с уборкой урожая. Сейчас каждый килограмм зерна будет буквально на вес золота. Цены лавинообразно растут на продовольствие. Плохо, но для нас это шанс. Продать свою продукцию очень дорого. Ну и заработная плата. Ну о чем можно говорить, если людям не выплачена зарплата? Мы с вами пережили полтора года пандемии. Сейчас на повестке дня стоит вопрос вакцинации. В стране созданы все условия для тех, кто хочет обезопасить себя и своих близких. Что такое вакцина? Это та же болезнь в миллиметр. Это та же зараза, которая вводится в организм, чтобы выработать иммунитет. Если вы хотите себя обезопасить, сделайте это. Не хотите, вас же никто не может заставить. Но мы сегодня представители власти. Мы должны людям сказать, что если после вакцинации ты и заболеешь, то ты это легче перенесешь. У нас вакцин хватает. Но опять говорю, это будет всегда добровольным. Это всегда будет по желанию человека. Никто никого на сегодняшний день не заставляет. Этот объявлен годом народного единства. Обращаю ваше внимание на эту особенность. 17 сентября впервые в нашей стране будет отмечаться новый государственный праздник, День народного единства. Он должен пройти на достойном уровне. Стать запоминающимся для каждого белоруса. Обрести со временем свой неповторимый колорит. Это новая традиция. Дата выбрана не случайно. Она приурочена к началу освободительного похода Красной Армии в Западную Беларусь в 1939 году прошлого века. Прошло более полвека. Но память об этом событии живет в сердцах белорусов. Потому что оно стало актом исторической справедливости в отношении белорусского народа, разделенного против его воли. Вот почему нужен суверитет, независимость. Чтобы нас никогда больше против нашей воли не делили. 17 сентября символизирует незыблемость территориальной и этнической консолидации белорусской нации. Даже сегодня не все народы на планете могут похвастаться подобным достижением. Для кого-то идея национального единства в рамках общей государственности продолжает оставаться лишь мечтой. Сегодня белорусский народ, несмотря на серьезные внешние вызовы и угрозы, един в выборе стратегического курса на развитие сильной, суверенной и процветающей страны. Хотелось, чтобы так было всегда. Мы, люди у власти, обязаны укреплять это единство, основанное на ценностях мира, взаимоуважении, почитании традиций и истории. Развернутые против нас тактики удушения противопоставим свою стойкость, решимость и самоотверженность. Слушайте, давайте им покажем, что мы небольшая страна, но здесь действительно живет гордый и независимый народ, который помнит подвиги своих предков. Давайте им, смотрящим на нас с небес, покажем, что мы знаем об их подвиге. И не просто знаем, мы ценим, и не просто ценим, мы сделаем все, чтобы поступить так, как они поступили, чтобы не допустить этой горячей войны и противостояния. Нам надо выстоять. Только так сможем передать будущим поколениям нашу Беларусь. Социальную, высокотехнологичную, экологичную страну с развитыми промышленностью, энергетикой, сельским хозяйством и сильными регионами. И пройдя через испытания, останемся верными в своей национальной идее, как мы всегда говорим, людьми зваться. Такой шанс выпал на наше поколение и поколение, которое идет за нами. И мы этот шанс не имеем права, уважаемые друзья, потерять.